Точнее, заключение экспертных комиссий, которые присутствовали на тестовом полигоне в начале нашего тысячелетия, с 2001-2009 год, Анатолий Гардович уже инострировал, что из себя представляет технология Skyway. И, кстати, на данном слайде, который был предыдущий, видно, да, ЗИЛ-131 на стальных колесах, который взбирался на 150-метровую эстакаду в подмосковном городе Озера, и там был получен целый ряд экспертных оценок и заключений институтов и государственной структуры Российской Федерации, имеющих прямое отношение к транспорту. И там говорилось о том, что данная технология имеет целый ряд преимуществ в сфере безопасности, в направлении, скажем так, экологичности, в направлении скорости перемещения, комфортности пассажиров по сравнению с теми технологиями, которые человечество использует уже, скажем так, более 100 лет как минимум. То есть все те технологии, которые мы используем в сфере транспорта автомобильный, авиационный транспорт, железнодорожный, морской, либо, скажем так, речной, то есть водный транспорт, да, мы все эти технологии знаем больше 100 лет. У каждой из них есть определенное количество преимуществ и недостатков по отношению друг к другу, но ни одной из них нельзя назвать экологически чистой, ни одной из них нельзя назвать абсолютно безопасной. Многие из них сегодня, кстати, совершенствуются, действительно, я в последнее время, например, в Подмосковье перемещаюсь из дома на работу в достаточно комфортных пригородных поездах, которые называются Аэроэкспресс. Кстати, производство они Республики Беларусь, потому что это делается на совместном предприятии штадлеровском, да, вот, но, невзирая на это, назвать, скажем так, опять же, абсолютно комфортным этот транспорт, если ты сидишь, тебе хорошо, потому что, скажем так, на конечной остановке сел и поехал, а уже на промежуточных станциях многие люди, опять же, висят в дверях, все равно становится душно и некомфортно, не говоря уже о метро. Хотя метро, например, в Москве, конечно же, это находка, потому что самый быстрый способ проехать в Москве на сегодняшний день из одного конца города в другой – это подземка. Вот, будем честны, потому что, скажем так, с тем количеством автомобилей, которые на сегодняшний день выпущены, да, и используются на территории московского региона, по сути дела, город, не дай бог, еще какие-то изменения погодных условий, что, кстати, тоже одно из преимуществ технологии SkyWay, то, что такие явления природы, как там сильный дождь, сильный снегопад, туман, да, не будут препятствовать перемещению транспорта по технологии, разработанной от Рударщи Мюницкий. Остальные же виды транспорта, которые мы с вами используем сегодня, ну, фактически они все встанут. И сильный туман является препятствием, и сильный дождь с разливами там ручьев рек и так далее, да, сильный снегопад, потому что снег надо убирать. Кстати, опять же, одно из преимуществ путевой структуры SkyWay, которую вот вы сейчас видите, над землей поднятая путевая структура, так называемая, струнные рельсы, то есть не нужно убирать тот же самый снег. То есть транспортное средство, которое будет перемещаться по путевой структуре, фактически полностью будет выдавливать и сбрасывать этот снег с поверхности струнного рельса. Итак, цель, да, реализации данной технологии, это вот как раз-таки устранить те недостатки, которые мы с вами испытываем в транспортном отрасли. Если мы коснемся перемещения надземного транспорта, то это вот подобные пробки, которые вы сейчас видите на слайде. Причем зачастую, скажем так, действительно они могут быть образованы вот таким скоплением грузовиков, да, потому что растет действительно перевозка грузов. Современные железные дороги, которые существуют, как я уже говорил, ну, железным дорогам уже более 200 лет, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день, да. Пропускная способность тех железных дорог, которые есть на сегодняшний день, уже не соответствует тем запросам, которые существуют в направлении перемещения грузов по территории и поверхности планеты Земля. Вот, и, кстати, я, ну, почитываю информацию, касаемую развитию транспорта, там, отчеты различных структур о перевозках, там, за год и так далее. Вот, например, та же Белорусская железная дорога, они отчитались то, что, скажем так, по сути дела, заработали денег, да, при перевозке грузов, там, с одного конца земного шара в другой, то есть, там, с Азии в Европу и обратно. Но, если бы пропускная способность той же Белорусской железной дороги была немножко больше, то, скажем так, и денег компаниям, которые занимаются перевозками в бюджет, пришло бы гораздо больше. Просто не позволяет сегодняшнюю инфраструктуру железных дорог, скажем так, увеличивать грузопоток. И вот данную проблему как раз-таки призна решить в том числе и технология Skyway. То есть, чем еще интересна технология Skyway, то, что на сегодняшний день, она, скажем так, разрабатывается в направлении всех сегментов транспортного рынка, это и грузовой транспорт, да, который будет перемещаться со скоростью, там, до 120 км в час, это перевозка сыпучих грузов, жидкостей, это штучные грузы. Где-то с 2017 года наш проект и специалисты нашей компании активно залезли за разработкой, скажем так, транспортных средств, которые будут использоваться при перевозке контейнеров, да. То есть, сегодня контейнерные перевозки, они, скажем так, по товарообороту выходят на первое место, и огромное количество контейнеров перемещается, как при помощи водного транспорта, да, есть специальные контейнеры в воздухе, так я вижу часто по железным дорогам, ну, как минимум, там, процентов 25, да, а иногда и зачастую целиком поезд товарный, он везет вагоны с контейнерами. Из одного конца, как я вам сказал, земли, суши, да, в другом направлении. Что хотелось бы еще отметить, то есть, городской транспорт, да, который может перемещаться со скоростью от 50 до 150 км в час, и высокоскоростной транспорт, это, можно сказать, междугородный, международный скайвей, который будет перевозить пассажиров между крупными городами и странами. Скорость данного транспорта, как мы и начинали, когда в 2014 году работать в этом направлении, заявлялась и 100 км в час, сейчас 500 и выше, да. Как я сказал, стартовал проект именно по схеме краудфандинга, привлечения инвестиций в 2014 году, и было разработано 15 этапов, да, реализации технологии. То есть, как я уже говорил, на сегодняшнем вебинаре, каждый этап подразумевает под собой выполнение определенного количества работ, на которые необходимо финансирование. То есть, это привлечение определенного количества кадров, да, которые будут работать от реализации данной технологии, скажем так. Это создание своей производственной базы, это создание демонстрационного участка, либо полигона, как мы с вами говорили. И вот что хотелось бы отметить, то, что за эти 6 лет, с января 2014 года по сегодняшний день, на территории Республики Беларусь, возле города Марина-Гурка, создан экотехнопарк, то есть это центр сертификации, демонстрации транспорта Скайвей, где на сегодняшний день в рабочем состоянии находятся 5 трасс Скайвей. То есть, там есть 5 типов трасс, скажем так. Вот легкая трасса Скайвей провисающая, да, и до, скажем так, грузового сегмента трассы Скайвей, где можно увидеть, скажем так, демонстрацию перемещения транспортного средства под названием Юнитрак, который способен перевозить до 2 тонн сыпучи грузов, да, и таких вот транспортных средств может быть огромное множество на протяжении трассы, там, не одну сотню километров. То есть, данные транспортные средства, скажем так, и данная путевая структура, если говорить о грузовом Скайвее, в первую очередь будут интересны компаниям, разработчикам каких-либо месторождений полезных ископаемых. Это может быть от месторождения до обогатительной фабрики, и в дальнейшем может быть даже от обогатительной фабрики вплоть до погрузки в порт, да, то есть и такие варианты тоже предусматриваются и разрабатываются специалистами нашей компании. Далее есть жесткая трасса, да, где предполагалось испытание транспортных средств, скажем так, большого там ножа, большой пассажиров вместимости, но на сегодняшний день там реализовано 5 трасс, общая протяженность их порядка 5 километров, то есть каждый участок по километру 800-900 с лишним метров, да, и на сегодняшний день за 6 лет, по сути дела, мы прошли 13 этапов развития технологии, сегодня находимся на 14 этапе реализации проекта группы компании Skyway, и что хотелось бы отметить, на каждом этапе, когда мы переходили, выполняли определенное количество работы, выходили на следующий этап, уровень доходности по пакетам, если говорить с точки зрения инвестирования денежных средств, наш проект, да, либо дисконт, это называется по-другому, то есть отличие, скажем так, стоимости долей на момент инвестиций, либо на момент этапа развития к номиналу, а номинал у нас взят 1 доллар Соединенных Штатов, стоимость одной отдельно взятой доли. Так вот, этот номинал, он менялся, менялся, скажем так, в сторону уменьшения. Те люди, которые пришли на начальном этапе в 14-м году, на первом-втором этапе, у них, конечно же, были самые высокие дисконты, при которых люди инвестировали свои денежные средства, и при умножении их денежных средств, поначалу даже было, скажем так, и в тысячи раз, да. На сегодняшний день дисконт значительно снижен, но, тем не менее, до сих пор выгодно инвестировать денежные средства в развитие нашей технологии, потому что денежные средства приумножаются там у нас от 18 раз, да, если вы приобретаете пакет долей сегодня за 50 долларов Соединенных Штатов, и до 60 фактически раз. Что хотелось бы отметить? Итак, у нас есть на сегодняшний день свой демонстрационный участок, да, то есть свой, скажем так, экотехнопарк, мы его называем, где мы можем продемонстрировать движение 11 транспортных средств Skyway, которые созданы за это время, скажем, общие офисные и производственные площади на сегодня насчитывают площадь более 20 тысяч квадратных метров, то есть это активы компании, которые были созданы, ну, начиная где-то, сейчас я вам скажу, с 15-го года, да, с того момента, когда в июне месяце мы получили, скажем так, как документ на долгосрочную аренду площадью 36 гектар, где началось создание экотехнопарка, где началось создание строительства линий Skyway и в будущем демонстрация сертификация транспорта. За это время, как я сказал, мы приобрели целый ряд, создали целый ряд производственных площадей, бывший, скажем так, завод, который когда-то работал на одного из олигархов или миллиардеров Российской Федерации, господина Прохорова, может кто-то из вас помнит ее мобиль, да, сегодня это наши производственные площади, рядом уже построен новый цех для крупноузловой сборки и мелкосерийного производства подвижного состава. У нас строится еще в трех километрах от построенного, скажем так, вместе в микрорайоне Шибанэ, это окраина города Минска. Еще одно производственно-складское помещение, да, созданы, скажем так, лабораторные помещения на территории экотехнопарка испытательных, где проходят испытания элементов путевой структуры, двигателей, мотор, колеса и токосъем. И что хотелось бы отметить, уже много наработок собственных, скажем так, конструкторами нашей компании, ну, например, линейка двигателей мотор-колесо. Это собственная разработка представителей компании Skyway, то есть они разной мощности для разных транспортных средств. То есть все это, скажем так, наработано за 6 лет, ну, достаточно короткий срок, с нуля, да, когда не было ничего и до сегодняшнего момента. То есть 11 видов транспортных средств. У нас сегодня активно ведутся работы на территории такого государства, как Объединенные Арабские Эмираты. С 2018 года были подписаны уже, скажем так, окончательные документы о взаимодействии с арабской стороной на мероприятии, которое называлось Future City Show 2018, да, это было в апреле месяце. И вот, скажем так, в 18-19-е, вот уже начало 20-го года ведутся работы по созданию Skyway Innovation Center, который является частью научно-технологического парка Шарджи, это в Объединенных Арабских Эмиратах. Там уже построена 400-метровая провисающая легкая трасса, на котором был продемонстрирован в движении тропический юникар, который, скажем так, повышенной комфортности для условий тропиков, да, он был продемонстрирован шейху Эмирата Шарджи, господину Аль-Касиме. В дальнейшем была информация о том, что, опять же, на территории нашего Skyway Innovation Center был министр транспорта Объединенных Арабских, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов, то есть посещал территорию, где лично Анатолий Дардович не делал презентацию. То есть компания сегодня развивается не только на территории Республики Беларусь, как это было задумано в момент старта, да, нашего проекта в 2014 году. Сегодня активно осваивается территория Объединенных Арабских Эмиратов. И, как говорил в своем недавнем интервью Анатолий Дардович Юницкий, то, что в этом году мы ожидаем окончания строительства еще трех, ну, речь шла как минимум об одном 2,5-километровом участке на территории Skyway Innovation Center в Объединенных Арабских Эмиратах, где будут продемонстрированы транспортные средства, уже сертифицированные по международным стандартам, да, на скорости 150 км в час. Это, говорю, генеральный конструктор буквально вот 2 недели назад в своем последнем интервью. Какие еще, наверное, события, достаточно важные в развитии нашего проекта, произошли за последние, скажем так, несколько дней. Я думаю, многие из вас, кто внимательно следит за развитием информации, за новостями, да, видели, что на территории Республики Беларусь, в городе Минске, группой компаний Skyway, компания Global Transport Investment, которая является владельцем технологии, да, и долей, которые, в принципе, в итоге, точнее, в реестр, который в итоге вы заноситесь, в реестр компании Eurasian Red Skyway Holding, да, заносятся все владельцы долей, и, скажем так, эти доли холдингов обеспечены долями, акциями компании Global Transport Investment. Так вот, эта компания стала владельцем девятиэтажного бизнес-центра, который находится по адресу улицы Железнодорожной, это недалеко, кстати, от железнодорожного вокзала в городе Минске, и, как было сказано, в первую очередь это сделано для того, чтобы, скажем так, многие подразделения компании, разбросанные в разных балках города Минска, свести в одно здание, да, чтобы было, ну, в гораздо более сжатые сроки можно было, скажем так, вживую обсуждать какие-то моменты, не по скайпу, там, не по интернету, вот, а быстро принимать решения и быстро двигаться в направлении реализации данной технологии. То есть, девять этажей здания, а перед этим, я просто помню, да, историю, скажем так, перемещения наших офисов в Республике Беларусь. Сначала это была Унковая, недалеко от Старого Дворца Спорта, да, фактически самый центр города. Потом это было здание Титан, которое находится, по сути, напротив Медицинского института Минского, да, то есть там было три этажа в комплексе здания Титан. Потом, скажем так, один этаж остался, мы приобрели четырехэтажный дом, находящийся в трех минутах ходьбы от вот этого здания, да, от метро Тракторный завод, это промышленный район города Минска. Потом было снято помещение возле Национальной библиотеки Республики Беларусь, там построился бизнес-центр, сейчас, к сожалению, название вылетело, да, и рядом с этим бизнес-центром есть офисные помещения, там арендовались помещения для нашего отдела работающего направления IT-технологий, машинного зрения, разработка собственной блокчейн-платформы. Кстати, да, очень важный момент, то, что специалистами компании струнной технологии, именно так она называется на территории Республики Беларусь, разрабатывается собственная блокчейн-платформа, которая будет являться основой мировой сети Транснет, то есть все перемещения в дальнейшем транспорта будут, скажем так, основаны на работе собственной блокчейн-платформы. Подробнее, скажем так, ознакомиться с документами, касаемые, скажем, наверное, токенизации, да, цифровой экономики и блокчейн-платформы группы компании SkyV, вы можете ознакомиться непосредственно на странице, касаемо этого направления, то есть она, эту информацию можно найти в интернете, а мне куда-то делась вкладка, хотел вам быстро дать ссылку, вот. Ну, я думаю, вы легко найдете эту информацию, почитать, ознакомиться, скажем так, с тем, как планируется развиваться, скажем так, технология SkyV при использовании блокчейн-платформы, там есть белая бумага, она пока только на английском языке, ее можно перевести при помощи гугл-переводчика, но, тем не менее, с этим уже можно ознакомиться. Важно знать следующее, что те люди, которые стали, у нас есть возможность, и сейчас была, точнее, до 1 февраля, узнаем, уточним, будет ли возможность еще дальше обменивать токены, но высоко вероятно, что уже нет, да, то есть владельцами токенов, которые в дальнейшем, скажем так, будут иметь потенциальный рост и приносить свой доход, свою выгоду владельцам этих токенов. С 1 июля 2020 года планируется запуск, собственно, блокчейн-платформы, и там в дальнейшем, по всей видимости, будет открыт доступ любому человеку для приобретения токенов, а те, кто ими стал владеть в процессе, скажем так, двух акций обмена, да, то есть определенное количество долей компании можно было обменять на токены SVG, вот, Skyway, те люди смогут потихоньку, скажем так, выводить уже на биржевые площадки, я думаю, к тому времени будет, как говорят наши специалисты IT, допилен полностью функционал, да, и будут объявлены те площадки, на которые будет проходить котировку или монетизироваться токен SVG. Итак, девятиэтажное здание, которое приобретено совсем недавно, да, в собственность группы компаний Skyway, я вам сказал, что общая площадь на сегодняшний день, производственных площадей офисных помещений превысила 20 тысяч квадратных метров, вот, это все активы компании, и, наверное, немаловажный фактор, на который стоит обратить внимание, за последние три года более четырех десятков различных международных делегаций посещали территорию экотехнопарка Skyway, наши производственные площади, общались с генеральным конструктором, со специалистами нашей компании и убедились в том, что есть такая технология, и она может быть применима в тех странах, в тех уголках мира, откуда, скажем так, приезжали делегации, то есть они приезжали фактически на сегодняшний день со всех континентов, да, где есть какие-то государства, страны, там, территории и так далее. Это Южная Америка и Северная Америка, это Европа, это Азия, это Австралия, это Африка. Были представители африканских стран, то есть, скажем так, было проведено большое количество мероприятий в разных уголках земного шара, где специалистами нашей компании озвучивалась концепция строительства дорог по технологии Skyway, о выгоде, да, каковы перспективы дальнейшего использования и так далее, и так далее. Так вот, одна из последних новостей, то, что территория экотехнопарка посетила, ну, довольно представительная делегация из Монголии, да, это был, ну, скажем так, одним из гостей, из почетных гостей был министр транспорта Монголии, собственно, да, посол Монголии в Республике Белоруссии, посол Белоруссии в Монголии. То есть, они были, скажем так, ну, вместе с целыми, там, около десятка человек, еще была целая делегация, которая, помимо того, что посмотрели территорию экотехнопарка, им была предоставлена возможность прокатиться внутри шестиместного юникара, ну, и в дальнейшем, скажем так, обсуждались, обсуждалась информация, использованные данной технологией на территории Монголии, и даже, скажем так, были подписаны какие-то документы, это, наверное, как вот раньше документы о, скажем так, перспективном сотрудничестве, да, то, что, скажем так, обменялись взглядами, обменялись информацией по технологии, и в дальнейшем намечены, возможно, какие-то действия в дальнейших встречах, в дальнейшей, скажем так, популяризации информации нашей технологии на территории Монголии. И, возможно, дальнейшие уже использования каким-то конкретным адресным проектом. Хотя, когда стартовал наш проект, один из возможных вариантов, это было как раз строительство трассы на территории Монголии. То есть, об этом речь когда-то велась. Технология развивается на сегодняшний день. Как я вам говорил, у нас краудфандинговая площадка, скажем так, стать участником нашего проекта через сайт компании Skyway Capital может абсолютно любой человек. Зайти по ссылке на сайт Skyway.Capital, нажать кнопку «Вход», там, зарегистрироваться. Если есть люди, которые пригласили вас на данное мероприятие, либо рассказывали у вас о технологии, вы можете взять у них реферальную ссылку. Зарегистрироваться, зайти в личный кабинет, посмотреть, скажем так, всю информацию касаемо развития нашего проекта, обратиться за помощью, если нам понадобится информационную поддержку, которая у нас работает с 10 до 7 утра каждый день на территории здесь Московского офиса. Плюс у нас есть техническая поддержка на сайте, в личном кабинете, где вы можете в окошке всплываемом писать те вопросы, которые вам интересны и так далее. Вас проконсультируют о тех возможностях, которые вам предоставляются, о платежных системах, благодаря которым вы можете приобрести себе пакет долей, который вам на сегодняшний день комфортно приобрести. Как я вам сказал, минимальная стоимость пакета на сегодняшний день – это 50 долларов Соединенных Штатов с дисконтом 18. Вы можете приобрести порядка 900 долей и в дальнейшем, поняв, что, скажем так, ничего страшного не произошло, вы знаете, есть люди, которые сомневаются. Попробую я с малого, а дальше, скажем так, посмотрю, что будет. У нас раньше была возможность инвестировать наш проект с 15 долларов Соединенных Штатов, то есть совсем, скажем так, незначительная сумма и смешная. Когда мы говорили об инвестиции 15 долларов, на нас смотрели, там, ну, смеялись, говорили, что же это за инвестиция такая. Конечно, чем большим количеством долей вы будете владеть на момент, скажем так, прекращения привлечения инвестиций посредством краудфандинга в реализацию технологий, тем больше в дальнейшем денег у вас потенциально может оказаться в случае, как я вам сказал, получения компании прибыли и распределения вот тех самых 20% от прибыли компании от большого количества адресных проектов в разных кугаках земного шара. Важный фактор, если вы становитесь совладельцем данной технологии еще в течение вот этих 15 этапов, у нас их осталось всего 2, 14 и 15, да, с подэтапами, то вы в дальнейшем будете получать доход со всех адресных проектов, где будет использоваться технология SkyWay. Если, скажем так, не успеют люди стать совладельцами данной технологии, будут долго думать и сомневаться, да, то, возможно, им будет предоставлена в дальнейшем возможность стать совладельцем какого-либо отдельного адресного проекта, проинвестировав туда деньги. Но получать вы будете деньги только от прибыли этого отдельно взятого проекта. Сейчас же есть возможность стать совладельцем, как мы говорим, технологии в целом, да, стать участником проекта в количестве, там, на сегодняшний день порядка, ну, наверное, несколько сотен тысяч человек с более чем 200 стран и территорий, да, уже инвестировали в наш проект. Технологии развиваются, на месте не стоит. В последнее время, может быть, многие из вас заметили, что не так много новостей, но ведется конкретная работа над железом, скажем так, строительством тех же трасс на территории Объединенных Арабских Эмиратов, ведутся дальнейшие работы на территории, скажем так, как и Экотехнопарка Республики Беларусь, где будет доделываться шестая трасса Skyway, на которой будут испытываться тяжелые транспортные средства, там, пассажиры вместимостью до 300 человек, как заявлял генеральный конструктор, да, и те же самые контейнеры-возы, которые смогут перевозить контейнеры весом 35 тонн, но общий вес, скажем так, с контейнером данного транспортного средства 50 тонн. То есть, вот данные транспортные средства будут уже испытываться на шестой путевой структуре на территории Экотехнопарка, в дальнейшем будут следовать на территорию, инновационного центра Skyway в Шардж. Если у вас есть какие-то вопросы, то, в принципе, вот так, в двух словах, ну, конечно, не в двух, но краткая информация. Говорить можно очень много, у нас огромный объем информации, размещенный на наших информационных ресурсах в интернете, это и лендинги нашей компании, которые вы можете найти, кстати, внутри личного кабинета, да, то есть у нас есть лендинг со ссылками. Можете почитать сами, можете, скажем так, поделиться ссылкой на лендинг, со своими друзьями, знакомыми, с теми людьми, которые вас окружают, да, с которыми вы можете поделиться информацией, и, кстати, еще получать доход по нашей партнерской программе. Потому что у нас есть программа лояльности, в принципе, на сегодняшний день это, наверное, не секрет ни для кого, но банковские структуры, да, и, скажем так, страховые компании. Еще целый ряд видов бизнеса используют такое понятие, как партнерская программа. Если вы сделаете какие-то простые шаги с целью популяризации, скажем так, того вида деятельности, того вида бизнеса, участником которого вы стали сами, то есть будучи пользователем, да, то вам выплачивается определенное вознаграждение. Где-то оно выплачивается какими-то баллами, где-то оно выплачивается какими-то бонусами. Даже самая простая партнерская программа, о которой можно сказать, например, да, там по возврату денег, либо получению каких-то баллов и выгод при покупке магазинов, у нас вот есть транспортная карта «Тройка» называется в Москве. Если вы там приобретаете и какое-то количество денег на нее кладете, то 3%, скажем так, от этой суммы вам возвращают. Дальше вы можете это реализовывать на поездке, либо использовать там какой-либо бонус на программе и так далее, и так далее. Вот вам партнерская программа, самая элементарная, да. Так вот так партнерская программа, которая есть у нас, она вам позволяет зарабатывать, ну, как мы говорим, живые деньги. То есть вы рекомендуете кому-то, люди регистрируются по вашей реферальной ссылке, для себя приобретают какой-либо из пакетов нашей компании. Ну, ни много, ни мало, 15% компания вам за это начислит от тех денег, которые инвестировал в проект человек, приглашенный вам. И так далее. То есть у нас партнерская программа идет до 24 уровня в глубину, там процент, конечно, уменьшается, но тем не менее есть огромное количество людей, которые строят этот бизнес с удовольствием. И сегодня, скажем так, достаточно хорошо себя чувствуют в финансовом плане, еще до выхода компании, скажем так, на строительство дорог, по тем адресным проектам, которые на сегодняшний день, которые, скажем так, в ближайшее будущее будут реализованы. Вот таким вот образом. То есть, поэтому разбирайтесь с информацией, вникайте, задавайте вопросы, если таковые имеются. Вот. Сейчас я посмотрю, что там у нас возможно в каких-либо соцсетях, потому что мы транслируем сегодняшний вебинар не только в комнате Мирополис, но еще у нас, как правило, идет трансляция в трех-четырех соцсетях. Ну, судя по тому, что мне в скайпе не написали никакие вопросы, в соцсетях вопросов нет. Есть ли таковые здесь, непосредственно в той комнате, в которой мы находимся в данный момент, в комнате Мирополис? Я не берусь утверждать, что могу ответить на все 100% вопросов, которые у вас могут возникнуть, но, тем не менее, если вопросы есть, то пишите, я постараюсь, скажем так, в размерах собственного разумения нашего проекта. Ну, знаете, Валерий, я также, как и вы, услышал информацию о том, что 2020 год будет решающий, и в дальнейшем, наверное, вы слышали в интервью Анатолия Юницкого, что он говорил, что в этом году мы продемонстрируем то, что я уже говорил, 2,5-километровый участок, сертифицированный транспорт, на скорость 150 км в час в Объединенных Арабских Эмиратах. И им же было сказано, что высока вероятность, что мы получим, скажем так, заказы, ни в одном месте, ни в одной стране. Ну, вот больше, чем он сказал, я сказать, наверное, не могу, потому что у меня информация, в какой стране и в каком городе мы еще это будем строить, нет. По поводу Экофеста, да, у нас прошел только январь месяц. Ну, в предыдущие годы, как правило, информация касаемо Экофестиваля у нас появлялась ближе к середине весны, да. И единственное, за исключение, составлял первый Экофест, который у нас проходил в апреле месяце, и, скажем так, даты проведения первого Экофеста были известны в конце февраля. Я думаю, что когда будет ясна информация касаемо того, что где будет проходить Экофестов, какие даты, мы с вами узнаем. Важна еще, кстати, новость, наверное, может быть, не все из вас ее читали, там, да, то, что в этом году, опять же, компания планирует участие в мероприятии под названием «Энотранс-2020», который будет проходить в Берлине и, опять же, в сентябре, по-моему, с 22 по 25 число. Ну и, конечно же, планирует принять участие в «Экспо-2020», который будет проходить на территории Дубая, этого дневных Арабских Эмиратов. По поводу обратного выкупа для пенсионеров 60-70 лет, я ничего сказать не могу. Вы заметили, да, достаточно долго решался вопрос, касаемо того, скажем так, какой возрастной группе будут выплачиваться после обмена долей на деньги эти суммы, скажем так, ситуация прояснялась почти год, да, потому что взвешивали, искали, скажем так, какие-то, видно, возможности. Почему именно остановились на 75-ти годах, я вам сказать не могу, но, тем не менее, принято было такое решение руководством компании, руководством проекта, поэтому есть так, как есть на сегодняшний день. И вы заметили, да, то, что если вы еще, скажем так, не обвиняли, не успели, то, по идее, эти кнопки обмена, там, информация в личном кабинете должна была с 1 февраля уже пропасть. Если руководство примет решение, скажем так, вознаградить тех, кто имеет достаточно мудрый возраст, да, и достаточно давно инвестировали в наш проект, я думаю, эта информация достаточно быстро появится у нас в новостных лентах. Я пока не слышал того, что будет ли, да, выплачиваться тем, кому 60, 65, 70 лет. Пока эта информация у меня отсутствует. Такие еще есть вопросы. Константин, если кнопка не появлялась у вас внутри личного кабинета, соответственно, вы данную возможность не имели, потому что там, помимо возраста, была еще, скажем так, наверняка, рассматривалась ситуация по времени инвестирования, да, то есть, как правило, вознаграждались люди, которые инвестировали на начальных этапах. То есть, те, кто поддержал технологию, ну, скажем честно, да, в самый сложный момент, вот когда не было ничего, когда показать было нечего, когда многие смеялись, хохотали, тыкали пальцем и говорили, вы все сумасшедшие. Вот те люди, скажем так, проявили, я не знаю, кто-то это считает мудростью, кто-то это считает глупостью, кто-то это считает отчаянием, да, кто-то это считает смелостью, и стали совладельцами данной технологии. Приобрели какое-то количество долей. Теперь в течение полугода они могут быть вознаграждены, ну, может быть, небольшой суммы, ну, скажем так, до 6 тысяч долларов США. Если, например, они обменяли там свои 500 тысяч долей, вот. Многие из них, например, да, за 6 лет, вот так в среднем возьмем, у кого-то, скажем так, сумма инвестиций, которые были сделаны в 2014 году, и возврата, да, соотношение составило 6 раз. Много это или мало в схеме инвестиций? Я считаю, это достаточно много, да, то есть по 100% за год. То есть, фактически, таких видов бизнеса, ну, может, только вот биткоин, да, кому-то принес там сумасшедшие деньги, потому что вот он взлетел, но за счет чего он, скажем так, вырос и упал? Ну, за счет спекулятивного спроса, да. Да, будем честны. Ну, и как дальше будет развиваться, скажем так, крипто направление, предположить сложно, то, что технологии блокчейн, если вот я вот их коснулся, каким-то образом человечеством будут использоваться дальше, наверное, да. Потому что просто эта технология, созданная там 10 лет назад, не просто я говорю про биткоин, да, там, перепродажи валюты и ожидания получения прибыли, а именно технологии блокчейн, которая, скажем так, будет касаться, скажем, какой-то информации, это будет использоваться она и в банковском деле, скажем так, в юридических каких-то моментах, нотариальной службы и много чем еще, да, то есть информация, которую невозможно будет подделать, да. Хотя бы с этой точки зрения. То есть технологии блокчейн, они будут входить в жизнь, они будут используемы как, в каком виде, но я думаю, мы с вами все доживем до этого момента и поймем. Да, кто-то успел, скажем так, прикупить биткоина и на этом хорошо, скажем, подняться. Я считаю, это люди, скажем, дальновидные, грамотные, возможно, у них были средства, да, где-то они тоже рисковали. Таисия, ну вот я знаю, что было несколько случаев по поводу там письма и сервиса. Вам нужно было с всех поддержкой это решать. По-моему, вот вопрос задавали пару недель назад. То есть я просто на вебинаре это решить не могу, и мы тогда уже, по-моему, говорили с вами, да, нужно было обратиться и довести ситуацию до конца. Вам бы перезвонили, пообщались, все бы это дело настроили. Я не хочу предполагать, что вам письмо пришло по ошибке, да, ну, может быть, и такой вариант случится. Так, друзья, какие еще есть вопросы? Юрий, вот опять же, касаемо вашего вопроса, да, то есть, что для тех, кто купил в 2014 году, был выкуп, а вот будет ли для 2015, для 2016? Я сейчас не готов вам на это ответить, потому что, как бы, такие решения я не принимаю. Вот. И не слышав данную информацию, не хочу вас вводить в заблуждение, потому что я об этом не слышал, да, что вообще ведется речь сейчас и продумывается ситуация, как бы нам еще вознаградить тех, кто пришел в 2015-2016 году. Вот. Я знаю, что многим была возможность предоставлена обменять доли на токены, а вот на деньги, это вот именно шла речь о вознаграждении первых инвесторов, которые вложились, которые поверили, которые, скажем так, стали активно помогать популяризации информации о технологии Skyway просто в той среде, которая их окружала. Таким вот образом. большинство, конечно, людей, которые получили вот эти выплаты деньгами, они с территории, ну, бывшего СССР, ну, и так, да, это страны Балтии, это страны СНГ. Вот. Немножко, скажем так, коснулось тех людей, которые пришли с дальнего зарубежья. Вот я не знаю, кто утверждал, Юрий, вот вы говорите, что просто говорили, что и дальше по годам будет выкуп. Вот мне интересно, кто это утверждал, что железно будет выкуп и для следующих. Я этого не слышал. И, в принципе, никогда этого не говорил. Что будет точно выкуп, скажем так, вот сейчас 14-й год, потом будет 15-й, потом 16-й и так далее. Было сказано Юницким на одном из экофестов, это, по-моему, был, опять же, наверное, 18-й год все-таки, да, когда пошла речь о блокчейн-платформе и о токенизации и так далее, где он говорил, что сначала вознаградим те, кто пришел первыми, потом, скажем так, последующим, но там не было сказано, что мы железно будем по годам, там, 15-й, 16-й год и так далее. Люди задавали эти вопросы, но там не звучало ответа, что мы будем осуществлять обмен, там, для 15-го, 16-го года. Дальше будет видно, опять же, многое зависит, наверное, от того, какое количество денег привлекается сейчас и так далее. Вот кто вам, Юрий, говорил непосредственно про то, что будет 15-й, 16-й год? Ну, если вы вспомните, напишите, кто это говорил. Потому что не в новостной линейке, скажем так, проекта группы компаний Skyway и Skyway Capital я такого не видел. Вы знаете, ну, как правило, вебинары у нас, если они транслируются в соцсети, да, то они записываются. Я вот сегодня специально запись не ставил, хотя есть возможность записывать внутри комнаты, да. Возможно, это будет где-то размещено. Это может быть ВКонтакте, может быть на Фейсбуке, либо на Ютьюбе можно поискать. Вот. Если же, скажем так, ребята, работающие с информацией нашей компании, это выложат. Раньше, я помню, пару месяцев назад каждый вебинар просто шел на демонстрацию в соцсети, и потом, когда заканчивался демонстрация, он автоматом появлялся в этих соцсетях. Ну, если в Ютьюбе идет запись, значит, должно появиться. Значит, в Ютьюбе на нашем канале Skyway Capital, значит, можно будет найти запись данного вебинара. Я не могу сказать, что это был какой-то шедевр сегодня, да, и там много какой-то информации, но пообщались с вами, что-то я рассказал. Итак, друзья, февраль месяц пошел, да, то есть пошел второй месяц 2020 года. Всем хочу пожелать, чтобы этот год был удачным во всех направлениях вашей жизнедеятельности, да. Личные, как это, скажем так, планы, чтобы ваши осуществлялись, технологии, чтобы наша продвигалась, чтобы семьи, если вы семейный человек, чувствовали себя отлично, чтобы родные и близкие чувствовали себя счастливыми, здоровыми, там, успешными и так далее. Чтобы каждый день и каждый месяц уверенность в том, что вы будете жить лучше, да, чем это было, там, месяц назад, год назад, а только росла. Ну и чтобы вас окружали позитивно настроенные люди, чтобы в вашей жизни было много добра, чтобы вы чаще улыбались и получали в ответ как можно больше добрых и, самое главное, искренних улыбок, да, не таких отфраста, которые люди растянулись в улыбке, а именно, чтобы вокруг вас было как можно больше открытых, искренних людей, которые к чему-то стремились, да, большему в этой жизни, лучшему, ну и которые, скажем так, стремились добиваться того, чего они хотят, не за счет других, а вместе, наверное, да, шли к результату, при этом, скажем, принося пользу окружающим, а не бегали по головам с целью только кого-то обобрать и так далее. Я вот хочу, чтобы в вашей жизни этого не было, вот, а все складывалось, скажем так, таким образом, чтобы все, чего вы касались, благоухало, расцветало, как есть выражение, да, чтобы то, к чему вы прикоснулись, превращалось в золото. Есть такой Рэнди Гейдж, человек, да, который вот очень любил эту фразу. Итак, друзья, спасибо за внимание, хорошая вам неделя, отличный месяц, ну и до следующей встречи на наших вебинарах, вот, следите за новостями, посещайте группу в социальных сетях, кстати, комментируйте в группу Skyway Capital, у нас есть специалист СММ, да, который отвечает на возникающие вопросы, поэтому глупых вопросов не бывает. Чем активнее вы будете занимать позицию в этой жизни, тем больше, наверное, вы будете добиваться. Спасибо еще раз за внимание, здоровье, любви и денег и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!